Майнерам положено выплата 5000 рублей. Знаете, когда она будет? Да ну, где-то после Нового года, наверное. Правильно. А вы знаете, что сейчас орудуют мошенники, представляясь сотрудниками... Ой, слыхал по радио. Так что я берегусь уже. Ну, если звонят, если я не знаю этого человека, и что не должны мне оттуда звонить, я просто кладу трубку. Вы знаете, я не разговариваю по телефону на эту тему. Знаю, что с пенсионного фонда никто не ходит. Но не все оказываются такими бдительными, говорят в пенсионном фонде. В который раз люди попадаются в ловушку. Сообщает номер карты и пин-код мошенникам прямо по телефону, даже не подозревая, что всего через несколько минут их счет обнулится. Именно так и произошло жительнице Адамовского района. С банковской карты пенсионерки аферистам ушло 540 тысяч рублей. Сотрудники пенсионного фонда по домам у нас не ходят и не предлагают свои услуги по телефону. Единовременная выплата, 5 тысяч рублей, будет выплачена в январе 2017 года. Она у нас носит беззаявительный характер. Обращаться в пенсионный фонд не нужно. Предоставлять какие-то заявления, диктовать данные по телефону тоже не нужно. Необходимо перепроверять информацию, говорят специалисты. Если попались на удочку, сразу же идите в полицию. Ведь по горячим следам деньги еще можно успеть вернуть. Вернуть можно, наверное, если будут своевременно проведены определенные мероприятия, оперативные розыскные, через суд. Я знаю, кстати, случаи, когда через суд, когда были понятны, кто и как списывал, то и каким образом. Кстати, нельзя забывать, что есть и просто технические ошибки. Мошенники становятся все более изощренными, с каждым разом придумывая все новые способы обмана. Неизменным остается лишь одно правило – все и всегда перепроверять. Тем более, если дело касается денег. Наталья Мороз, Виктор Яковлев, Новости дня.